Всем привет! Сегодня у нас будет болталка, и как всегда я говорю, наливаем чаёк, кофеёк, расслабляемся, можно на это видео, знаете, слушать просто, когда вы там, какими-то домашними делами занимать. Я люблю такие видео на ютюбе открывать, обычно ещё очень долгие, когда я, например, глажу или что-то готовлю, и когда не надо обращать внимание на экран, что-то смотреть, чтобы связывать аудио-визуальную картинку. Я люблю такие видео слушать. Ой, знаете, вы заметили? Ой, я всегда начинаю снимать видео, у меня чешется нос. Но это не потому, что я лгу, просто у меня, например, перед видео я пшикаю иногда волосы лаком, чтобы они фиксировались, у меня небольшая аллергия просто на лак на самом деле бывает. В Стамбул ждёт снега. У нас обещается снег на этих выходных, я думаю, когда вот выйдет это видео, как раз может быть там пятница-суббота, и вы вот в эти моменты мы ждём снега, ожидаем. Почему? Потому что турки обожают снег, он бывает очень редко, бывает за зиму вообще снега не выпадает, а бывают очень снежные зимы. У меня муж даже помнит, я, говорит, в школу ходил какой-то год, был, говорит, минус двадцатка была, в течение месяца мы, говорит, не ходили в школу. И спустя месяц, как бы, ну это не тема вообще дома-то сидеть, в общем, тепло одевали и в школу выпинывали. Я, говорит, ходила ещё там недели-две был снег, начала утеплеть уже, говорит, таять, и мы две недели ходили по снегу в школу. Я, говорит, помню, говорит, у меня постоянно промакивали, как сказать, промачивались, намокали, короче, ботинки осенние, потому что зимняя обувь и одежда здесь есть, знаете, типа куртки Коламбия, здесь есть сноуборд, горнолыжные курорты, есть холодная часть Турции, да, где снег и минус двадцать в горах, там, и вообще это есть, если что. Здесь тоже, как в Сибири, может быть холодно, но именно я имею в виду Стамбул, там, где мы живём. И многие люди просто здесь не покупают зимнюю тёплую одежду в нашем понимании. Я реально тоже задумалась, у меня есть тоненькая куртка, в России бы я её носить, наверное, я не знаю, когда смогла, ну, на плюс пять максимум, да, когда ещё дождик немножко капает, ну, сентябрь месяц. И носила бы я одну-две недели, именно в Сибири у нас такая погода, что такой погоды у нас будет мало, да, у нас дожди какие-то, ветра холодные, потом раз, фигак, уже и снег полетел, и эта куртка ни туда, ни сюда. А здесь я в ней хожу практически весь сезон, могу отходить зимний, да, если мне куда-то далеко передвигаться не надо, там, до магазина дойти ещё куда-то. То есть люди здесь не покупают особо тёплую одежду, потому что вот этот период зимы короткий. В основном эта зима – это дожди и ветра холодные, продувающие. И просто очень часто снега не выпадает, и нет смысла тратиться на дорогую зимнюю одежду, потому что она может вообще не пригодиться. Зимой здесь в ходу резиновые сапоги утеплённые, потому что в реке порой пощиколотки, дожди какие-либо, поэтому сапоги резиновые, тёплые, здесь в априори выгоднее в ситуации, находятся популярнее, чем какие-то тёплые, например, кожаные ботинки с искусственным мехом внутри. Но здесь есть уги, девчонки носят, и мун, вот эти ботинки лунные. Я даже как-то думала себе их купить, думала, если я поеду в Россию, я выйду. Я всё равно думаю, что это пандемия просто началась, всё равно хочу Новый год, например, следующий, если будет пандемия как бы снижена, как сказать это, да? Ну, просто не могу сказать, она закончится. Она не закончится, но, короче, вы поняли, да, если послабление, так и ситуация поспокойнее. Я бы хотела Новый год следующий в России встретить, я думала, вот, купите себе лунные ботинки, они же, типа, эти очень тёплые. Потом я начала думать, а что их покупать, потому что я поеду на месяц в Россию, а что они потом здесь валяться будут, короче, вот такая вся история. И, почему я это всё говорила-то, господи, уже забыла, я же просто с вами болтаю сегодня, ничего не вырезаю, к тому, что здесь, короче, одежда тёплая, не у всех она есть. И все ждут снега, потому что все выходят играть в снежки, это такое, блин, наслаждение. У меня вот очень истинная турчанка, потому что она тоже ждёт снежки. У нас это, если выпадает снег, никто не идёт в школу, вот такой вот сантиметр снега. И не шучу, сантиметр. Выпадает снег, всё, жизнь в Стамбуле останавливается. Дети не идут в школу, в садики, всё закрыто, многие не выходят на работу. Ну, у кого-то частный бизнес, всё понятно, это работает, с перебоями. Люди, многие не приходят на работу, дыхать не могут, потому что движение встаёт. Здесь никто зимой резину не перебивает, не переобувает в Стамбуле. И опять же скажусь, кого-то там, Картепе или ещё где-нибудь, где горнолыжные курорты, или часть Турции, где холодно зимой, там и как в Сибири, всё как у нас, да, меняют шины или вообще одевают железные стяжки, специальные цепи на колёса, потому что они в горах, и даже шипованная резина такая наша зимняя, там вообще ноль, там только на цепях ездят машины, колёса одевают всё, представляете? Чтобы не сказать, там, короче, ещё пожёстче, честно скажу, пожёстче, чем в Сибири ситуация. И там постоянно метеод, там вообще, короче, жизнь. Вот, но в Стамбуле ничего этого не происходит, потому что снег на один-два дня выпадает, то есть никто резину менять не будет. Тут проще оставить машину и ничего не менять, или не идти на работу один-два дня, и потом заново жизнь вообще. Здесь мне что нравится, здесь очень быстро тает снег, идёт вода, он тает буквально за полдня, если солнышко вылезло. Однажды вот на Новый год, как-то несколько лет назад, нападало так много снега, он шёл-шёл просто сутками, у меня муж тогда в машине застрял, ехал домой пять часов, когда ехать там три километра, бросил машину, у неё даже перегорел там тросик тормоза, машина сломалась, там вообще, короче, жесть была, он пешком там дошёл домой в снегу, замёрзший там, ужас вообще был. У нас так валил снег, ну, наверное, сутки. С обеда до утра следующего дня. Когда падал снег, это был как бы световой день пять часов, темно было как ночью. Там такие вот снежинки, вот такими кусками они летели, слипшиеся. И не градает, и вот такой слипшийся огромный снег идёт. И навалило так, что просто по пояс. В прямом смысле мы вышли, когда у нас ещё не выслезло солнце, плюс уже 2-3 градуса, очень печат солнце, начинается апрель в один момент, прикиньте, у вас шёл снег, потом у вас на следующий, через там 12 часов апрель начался, капель идёт, всё капает, тепло припекает, люди сразу в солнечных очках сходят, потому что здесь от солнца, типа, отражается от снега. Ой, все достают горнолыжные костюмы и так далее. Это я не шучу, это я не проявляю, что это реально так и есть. И, короче говоря, мы с мужем вышли из дома, и дворник там чисто такую, знаете, тропинку, как вот в Сибири точно, раздела к выходу там из двора. И я шла, помню, у него по грудь стоял снег. А где-то я была в осенней одежде, потому что было уже очень тепло. И вот этот вот снег растаял буквально за несколько часов, и к вечеру уже снег как будто не было. Представляете? А сутки назад падал огромный снег, машина сломалась, потому что она постоянно буксовала, там, гасторму с мужем называла. В общем, это жесть вообще, очень вот это все быстро меняется. Поэтому теплая одежда здесь особо не нужна. И знаете, в чем я посоветую девочки? Кто сюда переезжает, или кто едет к родственникам в гости, или меня смотрят бабушки, мамы наших девочек, которые здесь живут. Я вам посоветую. Я нашла в Ичиндеме на их сайте. Посмотрите, кто здесь девчонки живет, вам это пригодится. А те, кто из России едет, особенно с холодных мест, у вас это точно есть. У меня есть у дочки такие штаны резиновые, болотные проще. Вот, для рыбаков болотные типы штаны, для детей такие есть. С резинками внизу, где обувь, да. Вы их одеваете поверх обычных джинс, там, теплых каких-то штанов, чтобы ребенок, если бегает по лужам, например, вода в штаны туда ему не попадала, или в сапоги снег, и ребенок мог упасть в сугроб, жопой в лужу сесть и просто не намокнуть. И они вот здесь вот, как это называется, забыла, пристегивал. Короче, они через плечи идут, такие болотные штаны, просто детские. Они здесь, в Турции, я нашла, есть в H&M, на их сайте, недавно буквально видел, 150-170 лир стоит. Или с России привозите своим внукам или там сестрам, у кого есть дети. Это очень хорошая штука. Но надо брать желательно на вырос, потому что ребенок быстро растет. Они реально зимой пригождаются, когда ты идешь гулять, с ребенком гуляйте в дождь, когда он там лужи меряет. Это вообще шикардос, можно гулять целый час в лужи. Хорошая штука, есть на подарок, кто хочет ребенку, внуку что-то привезти. Вот такая вещь. Про болталки вам расскажу. Вы знаете, с турками нужно торговаться. Кто здесь живет, все в курсе. Я отдельное видео хочу снять про торги с турками. Как нужно с турками торговаться. Но вообще, была у меня недавно такая история у моей подруги. Она пошла к парикмахеру нашему. Хочу ответить, что это наш русскоговорящий парикмахер из нашего СНГ. У турков такая тема, предыстория. Когда ты приходишь за какими-то услугами, даже в медицине, в парикмахерской, в стоматологии можно торговаться. И нужно, в принципе, потому что цену всегда на разные, от сферы услуг это зависит, но в среднем на 30-50% завышают. И, например, если ты приходишь к парикмахеру, вы договорились, там, рандеву на следующий день, да, записываешься, берешь, договариваешься о какой-то цене, на следующий, ну, фиксированный, да, вы говорите комплекс услуг, что туда входит. Например, если парикмахер, там, я не знаю, волосы подстричь, покрасить, там, питание какое-то сделать, выпрямление и так далее. Но если ты в следующий день придешь и какую-то услугу из этого перечисленного, скажем так, не возьмешь, ну, какую-то мелкую, не супер, там, стоимость, да, хотела волосы покрасить, а отказалась красить, давайте просто их помомим. Не такая история, ну, чуть-чуть, что-то мелочь какую-то. Обычно у тебя возьмут ту сумму, которую вы изначально фиксировано оговаривали за день до этого, да, когда ты записывалась на рандеву. Это нормально в их менталитете, окей. Но я не думала, что такое может быть среди наших. Моя знакомая была у парикмахера, у нашего русскоговорящего, и она делала окрашивание там, договорилась она на окрашивание волос своих и стрижку. Парикмахер не дешевый, практически там на 30-40%, чтобы цены не называть, называть, дороже, чем местные парикмахеры здесь в Турции, ни фиговые какие-то. Стоимость была по ценам центра Стамбула, короче, по крутым салонам. Наш так человек на дому берет на минуточку, не платя аренду ни за что и нелегально это делая. Вот, и когда она пришла, в ходе процедур клиентка отказалась подстригать волосы, стрижку делать. Хотя изначально цену, которую они обсуждали, она была туда заложена. И вот когда она рассчитывалась, парикмахер наш, напомню, не турок, это не турецкий менталитет, ты делаешь это нелегально на дому, без кассы, короче, да, проще говоря. Парикмахер с нее взяла полную стоимость, как они оговаривали со стрижкой. Я вот вам на минутку скажу, где-то стрижка здесь сейчас в среднем стоит от 70 лир и выше, это 700 рублей, где-то там 70-100 и так далее, там до 150 примерно. Но это от салона зависит, от степени сложности и так далее. Просто подровнять волосы, 70 лир, если условно брать. И 700 рублей, да, на русские деньги, это я только подумала, это и как бы она взяла эти деньги с нее. У меня вот вопрос к вам, как вы считаете, это честно вообще? Я понимаю, что немножко вот как в России, у нас это ненормально, да, в нашей голове это не укладывается, есть просто прайс в парикмахерской, это то-то, 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 сделали тебе то-то, ты посчитали. Здесь немножко по-другому, здесь на словах так далее, да. Мне вот поражает, что наши ушлые сотрудники нелегальные страны СНГ очень быстро находят себя, заламывают цены, работают нелегально, ничего не боятся потерять клиента, понимаете, и что на них, например, пойдут, настучат за их работу нелегальную в государственные органы, понимаете. Во-первых, цену берут далеко не низкую, и себя так, ну, не скажу прямо по-свински, но некрасиво ведут, не держатся за клиента. Это моя знакомая, она больше туда не вернется. Она говорит, я вышла как оплеванная, говорит, обратилась к нашему специалисту, говорит, лучше бы к туркам пошла. Я бы заплатила, говорит, дешевле, мне бы точно в таком же качестве сделали, я, говорит, хотела отнести деньги просто русскоговорящему, помочь женщине, ну, скажем так, не то, что помочь, это услуги ты покупаешь, ну, то есть отдать, скажем так, вы поняли, да, поддержать свою диаспору. О чём я говорила, вот порой от таких вот историй в голове ощущение складывается, что лучше к своим уже не обращаться, вот реально. Я тоже не буду называть там имён и всё прочее, лично я скажу, куда я хожу, там, какие-то услуги себе делаю тоже, потому что я знаю, что эти люди меня смотрят, меня устраивает качество услуг. У меня есть, я не скажу там, претензия к цене, но это гораздо дороже, чем эти же услуги бьюти-сферы у турецких хороших мастеров. Вот честно скажу, когда я снимала видео лет там 5 назад, да, о парикмахерах, о маникюре, что здесь всё очень плохо, вот за это время очень большой прогресс в бьюти-сфере в Турции прошёл, очень большой, и это плюс большой, это классно. Плюс к этому прогрессу стало больше крутых колористов, они обучаются классных парикмахеров. В общем, я к тому, что здесь уже бьюти-сфера на хороший уровень поднимается, и мастера есть, и всё, и косметология, и так далее. Уже есть куда, к кому обратиться. Но плюс такой, что у турок остаётся любовь к клиенту, желание облизать клиента с ног до головы, чтобы он вернулся. Чего, к сожалению, вот до сих пор наши мастера не доработали здесь. Девочки меня смотрят, например, парикмахер, я знаю, мастера маникюра смотрят. Я тоже, у меня есть желание отнести деньги лучше к нашему, конечно, человеку, чтобы, ну, как-то приятнее мне расплатиться не с турком, а с нашим. Ну, поддержать проще, я бы так сказала, да. Но мало кто, девчонки, скажем так, пытается удержать клиента. Или у нас в менталитете, это я не пойму, да, наплевательское отношение, сервис плохой, необыченному ещё этому. Ну, вот мы живём же здесь в Турции сейчас все, да, кто вот даёт эти услуги, их получают здесь на месте. Мы же можем учиться у турок, правильно? Я, например, спокойно теперь отношусь в сфере услуг также. Также, если я обращаюсь куда-то к туркам, чаевые оставлять, парикмахера, там, ногти и так далее. Если я, у турок это принято, поверх прайса, который ты заплатил, ещё дать чаевые, там, 5-10-20 лир. У нас это не принято. Но порой мастеров, которым я обращаюсь, и не хочется давать, когда наши делают. Потому что отношение, ты сидишь и вот такое вот. Вот этой клиент-ориентированности, её у наших не хватает до сих пор. Но не у всех девчонок, я честно скажу. Есть реально, которые хорошо красят, ухаживают, свою деятельность выполняют. Но при этом уже научились от турок вот этому сервису. И идёшь просто, обращаешься с таким душой приятно к людям. И эти у девчонки уже, которые как красотой занимаются здесь, они уже становятся тебе как подружка. Всё равно это сближает язык и там культура наша общая, в которой мы росли, откуда переезжали. В общем, видео давайте будем заканчивать. Что вы думаете по этому поводу, особенно те, кто здесь живут? Разделяете вы мою точку зрения или нет? И как вы считаете, вот этот парикмахер из наших стран, скажем так, СНГ, прав, правильно поступил или нет? На мой взгляд, нет, неправильно. Есть прайс. Если бы ты работал в салоне, платил налоги и работал как турок, то тогда бы окей, и ты мог бы брать вот эти деньги не за совершённую процедуру, которую вы раньше оговаривали в прайсе. Но так как ты работаешь нелегально, не платишь налоги, и ты по сути не работаешь по прайсу как турок, и почему ты тогда берёшь культурную вот эту часть их, как они себя ведут, тогда ты и обслуживай, как, например, русскоговорящий мастер, тупо по прайсу за сделанную работу. Ну, я просто считаю, что мастер, скажем так, взял себе нехилые чаевые в размере 70 лир и посчитал, что это нормально. Пишите ваши истории, комментарии, о чём вы хотите поболтать, написать, нравится ли вам такой формат видео, когда я с вами болтаю, если да, то буду ещё снимать. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока!